Вот несколько дней вообще не убирали. Тут вот до дороги вот так было все. Это вчера вот они убрали более-менее. Одни бросают мусор из окон своих домов и машин, другие не доходят до мусорного контейнера. Надежда возмущена и отношением граждан к своему родному городу и работает Азалыка. Подъезжают машины, очень даже неплохие дорогие машины. Окно открывается или дверь. Жители вот даже не выходят. Выбрасывают, попал, не попал, все равно. Однако стихийные свалки и выбрасывание себе под ноги оберток и целлофановых мешков – это прежде всего неуважение граждан не только к труду сотрудников Азалыка, но и показатель общей культуры. Я вот этого водителя заставлю свой мусор убрать. Вот мужчина за рулем Лексуса на ходу выбрасывает пакет с мусором. Водитель, ехавший за ним, решил догнать его и потребовал подобрать выброшенный им мусор. Многие пользователи соцсети аплодировали неравнодушному гражданину. Который выкинул вот этот водитель. Так думаю, все. Теперь граждан, выбрасывающих мусор где попало, будут штрафовать не на 100 сомов, как прежде, а на 2000. Кроме того, нарушителю придется 8 часов поработать с сотрудниками Азалыка. Такие жесткие меры коснутся и тех, кого засняли на видео. Менять сознание людей придется, увеличив штрафы, считает один из инициаторов законопроекта. В этой сфере определенных успехов добились европейские страны. Можем, к примеру, взять Германию. У них за такие проступки предусмотрен штраф до 600 евро. Документ направлен на обеспечение охраны окружающей среды и повышение ответственности кыргызстанцев за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Законопроект в ближайшее время будет отправлен на подпись главе государства.